Так, здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех наших постоянных слушателей и гостей нашего канала. А с вами, как всегда, канал Голос Истины. В буквальном смысле слова Голос Истины. С большим уважением к вам, дорогие друзья. В первую очередь хочу всех еще раз поздравить с Новым Годом, желать счастья, здоровья и мирного неба над головой. И особенно поблагодарить всех, всех, кто поздравил меня эти праздничные дни. Так как у меня в разных социальных сетях есть страницы. Такого, честно говоря, я не припомню. Очень-очень много наших братьев, сестер, дорогие друзья. Спасибо, очень много поздравлений. Я просто посмотрел все эти дни, я физически не мог ответить каждому. А вот шаблонами вот этими я не люблю отвечать. Открытками всякими вот этими. Попробовал пару раз, что-то мне не нравится. Слишком искусственно это получается. Поэтому вот решил всех поблагодарить. Вот так, публично, лично. Спасибо, дорогие друзья. Итак, вот эти последние дни, что происходит, мы все знаем. По поводу убийства этого иранского генерала, довольно известного человека. И это довольно всем понятно. Очень такая серьезное дело. Но об этом много чего можно говорить. Какие-то выводы, мнения и так далее, и тому подобное. И говорят. Это вообще-то отдельная тема. Но сегодняшний ролик связан с этим. Я поэтому напоминаю об этом. А что касается этого генерала Сулеймани, у меня личное отношение к нему неоднозначное, естественно. Потому что он несколько раз угрожал Азербайджану. Если кто помнит, те годы, когда Азербайджан начал работу по нефтодобыче в Хаспийском море, именно вот этот генерал угрожал Азербайджану и даже отправлял каких-то стрельбителей. Они очень низко летали, помните, если угрожали. Открыто угрожали. После того, как на дне Азербайджана появились стрельбители турецкие, они испарились. Например, его высказывание о том, что он за 24 часа захватит Азербайджан и несколько раз оскорбительные фразы использовал в адрес азербайджанцев. Исходя из всего этого, конечно, мне не холодно, не жарко от того, что его убили. А так, не хочется об этом говорить, свои мысли, что на самом деле я думаю, чтобы не задеть чувство любви к нему у некоторых наших. А такие есть. Вот. Что же наши соседи по этому поводу думают? И как они поступили? Как известно, Пашинян тут же, тут как тут, поздравил Трампа. Трампа, есть об этом сообщение, новости, что он поздравил Трампа тем, что он уничтожил террориста. Вы представляете? Генерала армии Ирана, он называл террористом и поздравил этим Трампа. То есть, одним ударом он предал и Иран, и союзника, самый близкий союзник Ирана, и самый близкий союзник Армении, Россию. Ну, это их духи, да? Мы об этом знаем. То есть, для нас это неудивительно. Так вот. Какие еще новости появились? Я сейчас вас ознакомлю. Очень они интересные. Так вот, с чего вот тут начать? Очень интересно. Пакистан, Ирану, армяне вас первыми предадут, как предали османов. Премьер-министр Пакистана Имран Хан на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани посоветовал принять меры в отношении предателей. Об этом на своей странице в соцсетях Facebook пишет армянская журналистка Диана Артюнян. Согласно ее публикации, армяне первыми передадут Иран, прибежав в сторону США в случае войны. «Иран – полиэтническая многонародная империя, как и Пакистан. Мы не хотим, чтобы наш добрый сосед разделил участь былых гигантов, таких как Британская империя или Советская Россия», – заметил Имран Хан. «Как сообщил Хан, внешним угрозам Иран противостоит превосходно, однако его взорвут изнутри. Догадайтесь, кто, – добавил Хан, – намекая на армян. В конце иранский лидер хотел как-то поставить все это под сомнение, но все-таки неудобно, да? На что он сказал, что армяне в Иране присутствуют долгие века, на что дальше продолжил. Он же сам. Впрочем, смотрите, армяне в Иране присутствуют долгие годы века. Впрочем, как и в Османской империи, потерпевшей крах из-за развала всего Восточного фронта по вине Андроников, сказал в процессе обмена мнениями Хасан Рухани. То есть, очень многие из них, почти все они, наши соседи, думают, что только на уровне народа, народов вообще, есть такое мнение, что они всегда предают, они предатели, что у них предательская сущность и так далее и там подобное. Они думают только вот на уровне простых людей, на уровне народов, так думают и уверены, да? Но на самом деле это не так, дорогие наши соседи. О вас так думают на верхах тоже. А вас знают прекрасно. Это доказательство, видите, диалог двух лидеров, двух очень больших стран. И тем более, один из этих стран – ваш союзник. То есть, и ваши союзники, и ваши недоброжелатели, так скажем, об этом прекрасно знают. Поэтому и вас, поэтому и вас всегда использовали в нужное время, в нужном месте. О чем и президент Пакистана предупреждал президента-лидера Ирана. Ладно, сейчас посмотрим кое-что. Это самое главное, то, что я сейчас вам покажу и расскажу. Для чего я решил записать этот ролик. Армения предала Иран. Мы должны поддержать Азербайджан в борьбе за справедливость. Хусейн Накави Хусейн, член Комиссии по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана. Вот кто заявил об этом. Что же он сказал? Он, то есть, этот Накави, отреагировал на... Решительно отреагировал... Минутку, я... Давайте вот так сделаю, чтобы вам тоже видно было. Вот. Хусейн, член Комиссии по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана, отреагировал решительно, чтобы поздравить премьер-министра Никола Пашиняна с убийством иранского генерала Гасима Сулеймана, президента США Дональда. То есть, в связи с тем, что этот сельфи-палка Пашиняна поздравил Тональда Трампа с убийством Сулеймана Гасима. Вот что он сказал. Руководство Армении называет Гасима Сулеймана террористом, сказал он. Мы должны знать наших друзей и наших врагов. До сих пор Иран демонстрировал эту поддержку только Армении. Но он показал, что это было неправильное решение. Армения выбрала свою сторону, предав Иран. Теперь мы должны сделать свой собственный выбор. Как я кайфовал, когда читал эти строки. Я просто ликовал и сейчас ликую. Нет, не потому, что он так говорит против Армении. А потому, что вот у меня мысли в голове. Вам так и надо, подонки подлецы. Жрите. Жрите, блин. Не подавитесь. О справедливости задумались вдруг. Вспомнили, то есть. Все эти годы они забыли. И вдруг они вспомнили о справедливости. То, что мы не поддержали Азербайджан, а поддерживали все эти годы Армении. И это несправедливо. Я ликую. Это еще цветочки. Они вам просто пока показали хинжал. Ножи пока пока. Они еще не воткнули. Они показали. Воткнут до самой Голланды. Воткнут. Как это воткнули Ивзантии. Как воткнули Туркам. Как воткнули Царской России. Как воткнули Советскому Союзу. Как воткнули Азербайджанцам. Спину грузинам, украинцам. И вам воткнут. И истина будет ликовать. Жалить не будет вас. Как и сейчас не жалеет этого Сулеймани. Так и ему надо. О справедливости они вспомнили. Нет. Ни хрена. Там вам выгодно было так. И вы поддерживали их. Поддерживали оккупацию Нагорного Карабаха. Поддерживали их и финансово, экономически, и политически. Вам все равно было то, что они оккупировали эти территории. Вам все равно было, что они убили около 30 тысяч азербайджанцев. Вам все равно было, что больше миллиона беженцев азербайджанцев. Все равно было. И вам наплевать было на справедливость. И вдруг вспомнили, дорогие наши иранушки. Вспомнили? А сейчас нам неинтересно вообще вас поддержать. Нам очень-очень интересно американцев поддержать. Ну как вам это? Братья иранцы. Как вам это? Нравится? А вот назло. Просто назло. Несмотря на то, что вот мне... Я вообще считаю американцев, вообще американскую политику врагом. Я считаю их врагами. Но я их поддерживаю против вас. И делаю это с большим удовольствием. Как вы все эти 30 год поддерживали оккупантов наших земель, убийц наших женщин и детей. Я сейчас поддерживаю американцев, которые грохнули вашего генерала. Одного пока. Ни одного там пятерых. С большим удовольствием поддерживаю. И я азербайджанец. И я горжусь этим. И тут нету предательства. Мы вас не предаем. Вот я лично, поддерживая американцев в этом, я вас не предаю. Вас предают они, которых вы поддержали, поддерживали. А теперь предали. Руководство Армении называет Касима Сулеймана террористом. Мы должны знать наших друзей и наших врагов. До сих пор Иран демонстрировал эту поддержку только Армении. Но он показал, что это было неправильное решение. Армения выбрала свою сторону. Предав Иран, теперь мы должны сделать свой собственный выбор. Выбор Азербайджана. Жаль, что не видите мой средний палец. Очень жаль. Наш дорогой Хасан Накави Хусейм. Смотрите. Почувствуйте вот этот средний палец. Подонки под лицами. Какая фраза. Армяне вас первыми передадут. А тут у Ирана уже истерят по этому поводу. С такими вот заголовками. Армения предала Иран. Мы должны поддержать Азербайджан в борьбе за справедливость. Это слово вообще мне убил. Если бы вот это слово я не увидел бы, я бы забил. Ну что, говорят, пусть говорят, да. Но вот это мы должны поддержать Азербайджан в борьбе за справедливость. А где была эта справедливость в течение 30 лет? Ваша справедливость. Где она была? Вот так, дорогие друзья. Вот я решил поделиться этим с вами и высказать свое мнение по этому поводу. В этом году, наверное, это первый, да, у нас такого рода ролик. Ролики были, но вот такого рода ролик первый и не последний. Если сегодня получится по времени, выйдем в прямой эфир, дорогие друзья. Пообщаемся о том, о сём в этом году. Опять же, первый раз. И много о чём там поговорим об интересных вещах. А так, дорогие наши братья и сёстры азербайджанцы, давайте пожелаем нашим иранским братьям успехов в поиске справедливости. Ищите, ищите. Всем пока, счастья, здоровья и мирного неба над головой. Субтитры сделал DimaTorzok